Всегда удивляло, почему человек не может рано проснуться в повседневную какую-то жизнь, но когда нужно путешествие, то 7 утра в воскресенье не кажется таким уж и адом. А ведь на Никольской народ только перестал тусить наверняка, и все пошли спать. А мы с вами летим в Стамбул. Поедем мы с вами на каршеринге, потому что утро в воскресенье, пробок нету, и плюс я люблю водить. А когда скидочку дают, то это вообще дело приятное. Когда же Яндекс уже уберет это Монте-Карло по умолчанию, а? Бесит. Ну что, полчаса, и мы с вами из Сокольников доехали до Шереметьево. Из этих 30 минут я где-то 3 минуты пытался настроить свое радио, потому что Яндекс пока не умеет автоматически входить в аккаунт, и порядка 5 минут ждал на въезде в очереди. Ну что, кучерява весьма вышла. Ага. И вот начинается типичная проблема, то что закончить аренду вы не можете, хотя вы сделали все правильно, но из-за того, что здесь много бетона, просто телефон не распознает, что вы находитесь на парковке, где можно завершать аренду и придется звонить. И вот мы с вами завершили аренду, но это требовалось всего около 2 минут и разговора. Вот, хотя проблема, в принципе, известна, и я постоянно сталкиваюсь с тем, что нельзя завершить аренду, потому что телефон просто считает, что вы находитесь в другом месте. Аэропорт славного города Стамбула, без особых излишков и очень-очень много торговли. Пойдемте искать метро. Еще в Стамбуле проходят выборы, и вот так вот выглядит избирательный участок в аэропорту. Ну что, в целом все пока напоминает Внуково. Все еще ищем вход в метро. Пока нашли огромный подземный пешеходный переход. Лужков бы обзавидовался. Ура, мы нашли метро. В местной станции метро нет никаких метробабушек или персонала, есть только автоматы, которые не принимают карты. Какого-то черта он очень рандомно кидает языки. В целом все... А, вот, 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 русский. Короче, если взять такую, платить тут, и можно сразу закинуть денег. Я, к счастью, уже все это прошел, все круги ада. И получил вот такую вот карту. Здесь нету безлимитных каких-то проездных и в целом европейского билетного меню. То есть платишь только, сколько едешь. Очень информативная схема с тремя языками. Ага, Европа, Азия. Короче, ничего не понятно. И даже вот автоматы, которые по продаже билетов, хоть там есть русский язык, но говорит он тебе все равно все на английском. И выбирает кнопки рандомно почему-то. Я приложил. У меня 2.40, да, тоже списалось. И там Яникапи. И куда? Линия хоть и метро, но она идет по земле. И точнее над землей. Так, выход, выход. Яникапи, М2. Ну, давайте попробуем. То есть за пересадку здесь нужно платить. Единой системы нет. Ну что, ехали, ехали и наконец приехали. Вот он такой вот Стамбул. Напоминаю, что сегодня у них выборы, поэтому разная агитация висит прямо вот так вот на улице. Ну, кстати, выглядит прикольно. И при том, новое жилье тоже встроено аккуратно. Ух, сколько он снипов и гостов нарушает. Кажется, турки очень аполитичны. Прямо агитации везде очень много. Еще я потерял своих друзей, кажется. Мы пока только очень много ходим и непонятно куда. Какой милый балкончик. И ведь не застеклили. Кто-то сапоги потерял. Искусство. Удивительно ни одного члена даже не было. Первое впечатление от Стамбула. Ничего не понятно, но дико нравится. Прямо вот. Все настолько разное. Настолько обогащено все деталями, что ходишь и просто не успеваешь смотреть всюду. И, конечно же, котики. Себе режим Варламова. Смотрите, какие оригинальные двери. И ручки оригинальные. И тут оригинальные. Смотрите, деревянная дверь. И тут деревянная дверь. Только она разукрашенная и металлическая. Еще одна деревянная дверь. Вот, а вообще, смотрите, какие крутые сохранились балконы. Это просто кайф. И здесь, кстати, на удивление, нет кондиционеров даже. И вот все детали сохранены. Хотя вот, когда мы ехали через окраины, там все как мы любим. И разное остекление, и блоки кондиционеров. А здесь красота. Знаете, мне кажется, там был тот случай, когда даже вот такое вот вмешательство в архитектуру идет гору. Потому что в какой-то момент вот из проблемы, вот такое разнообразие и вмешательство в архитектуру, такая анархия начинает дополнять друг друга. Привет, любителям точечной застройки. Как вам такое? Насколько я понимаю, это одна из многих главных пешеходных улиц города. И вот здесь восстановили трамвайчик. Исторически. Надеюсь, скоро мы его увидим. Окончается он вот таким вот тупиком. О, скамейки для бабушек. Стамбул Эндишин. Саночки. Да, вот их местный садик, за которым они ухаживают. Просто каждый кусочек города хочется рисовать. Это ли не замечательно? Даже вот такое вот вроде заброшенное. Все. Вот вообще разрухи здесь, конечно, хватает. Но это настолько гармонирует с жизнью вокруг, что даже сложно передать. Такие вот барные улицы. Ну давайте, расскажите, что торговые комплексы лучше, чем вот такие живые улицы. Кажется, мы нашли логово шаурмешных. Еще здесь стоят вот такие ларьки. И вот я не могу вспомнить, но вот советские какие-то ларьки с водой или с печатью точно были такой же формы. Только без пластиковых дверей, без тонирования и блок кондиционера наверху. Вроде как надо заканчивать логически. Но знаете, Стамбулу не перестает удивлять. И вот буквально по пути домой с шаурмечной пошли на мост посмотреть видовую точку. А под мостом продлили набережную. И вот пока Стамбулу можно простить его грязь, его пренебрежение архитектуры. Вот именно за то, что он может удивлять. И каждый клочок земли будет уникальным. И вы не увидите одной и той же улицы. Вы не увидите одного и того же моста или вида. И вот постоянно все меняется. И это просто волшебно.